Механики со стажем знают, продать можно что угодно. Наценки за бренд или хуже, подделки. Своим клиентам я предлагаю масло, в котором уверен сам. Моторное масло Синтек содержит двигатель в чистоте и обеспечивает его защиту. Синтек. Всегда умный выбор. Итак, эта история началась с того, что в сети наткнулся на вот такую штуковину. Ссылку на автора оставлю в описании. Конечно же, мы не смогли пройти мимо и решили повторить. Но просто скопировать чужую идею – это неинтересно. Мы решили ее доработать, сделать в 10 раз больше и интересней. Но обо всем по порядку. В первую очередь подготавливаем материал. Для длинных и извивающихся деталей выбрали сосну. Мы крайне редко используем эту древесину, но на данный момент она подходит просто идеально. Поскольку очень легкая, а это важно. Немного позже вы поймете почему. В итоге сухие брусы распустили в нужный размер. И обратно склеили. Делается это для того, чтобы получить максимально стабильный материал. И при помощи грамотной склейки наши детали не будет крутить, вертеть и коробить. А пока они сохнут, занимаемся подготовкой файла. Изначально мы нарисовали вот такую модель. Для того, чтобы понять пропорции и упростить себе жизнь при создании этих длинных щупалец. Следующим этапом берем готовый элемент и переносим его на бумагу. При помощи лазерного станка. Как вы видите, поля работы лазера нам немного не хватило. Но хватило смекалки разделить одну длинную деталь на две короткие. Предварительно мы их пронумеровали и обозначили места стыковки. После чего склеиваем скотчем и имеем готовый шаблон. К тому моменту клей высох и Андрей доводит до идеала заготовки. Сперва фугуем, а затем прогоняем через рейсмус. Следующим этапом переносим бумажные шаблоны на уже идеальные брусы. Тут все просто. Прикладываем картонные щупальца и отрисовываем карандашом. Для того, чтобы получить правильно изогнутую деталь во всех плоскостях, придется попотеть. Этим, собственно, и занят Андрей. При помощи ленточной пилы пилим брус сперва по одной стороне, аккуратно сохраняя все обрезки и запоминая, что откуда. Следующим этапом эти обрезки снова приклеиваем на свои места при помощи скотча. Делается это для того, чтобы получить правильную форму бруса и, отталкиваясь от разметки, вырезать задуманную деталь, которая в итоге выглядит вот так. Но, конечно же, такой результат нас не устраивает. И каждой ноге надо уделить еще пару часов внимания с болгаркой в руках. В итоге, спустя 2 Андрея дня дотошной доводки, имеем вот такую красоту. 10 конечностей, 5 покороче и 5 подлиннее. Только в Альфа-Банке Кэшбэк 20% за покупки в супермаркетах По бесплатной кредитной карте Альфа-Банка Альфа-Банк. Лучший мобильный банк Помимо щупа лиц, нам надо сделать интересную голову. Для этого мы взяли хорошо высушенный корень груши И всеми возможными способами, при помощи стамесок пил и болгарки, вычищаем его, придавая более интересную форму. На самом деле, обработка корня – это страшный сон любого столяра. Дело в том, что на протяжении всей жизни корень втягивает в себя песок и камни, а они очень здорово убивают любой инструмент. Но, учитывая неповторимую текстуру и форму, мы решили рискнуть. Конечно же, эта штуковина будет залита в эпоксидку. А это значит, что нам надо придумать хитрую опалубку. В итоге, после долгих замеров, решили, что выгоднее и проще всего будет сделать вот такую восьмиугольную опалубку, которая позволит нам по максимуму сэкономить смолу. Но, забегая вперед, скажу, что даже с учетом такой опалубки, сюда уйдет более 30 кг смолы. Следующим этапом, пока в опалубке сохнет силикон, грунтуем будущую голову. Для этих целей мы используем состав под названием ArtEco от Эко-Ванны, поскольку он быстро схватывается, да и в целом отлично себя зарекомендовал. По всему периметру хорошенько проходим кисточкой, а в финале наносим корректор, для того, чтобы наверняка избавиться от пузырей. Ссылка на все используемые материалы есть в описании ролика. На следующий день силикон высох, смола схватилась, Саша переодел свитер и можно собирать несложный конструктор. Первым тонким слоем заливаем ArtEco. Делаем это для того, чтобы убедиться в герметичности опалубки, и в целом ее замонолитить. Это очень важно. Если пропустить этот момент и сразу залить 20 литров состава, то велика вероятность собирать его на полу, по всей мастерской. Поверьте, я знаю о чем говорю. Занятие это не из приятных. Благо, с нашей опалубкой все окей, и на следующий день можно смело замешивать основной состав. Это ArtMassive. Отлично подходит для массивных заливок. Пользуемся им уже не один год, и смело рекомендуем. Сперва замешали в одном ведре, перелили в другое, дали немного отстояться, и снова хорошенько перемешали. Делается это для того, чтобы весь состав гарантированно вымешать. Если все мешать в одном ведре, то на стенках неизбежно останется неперемешанный компонент, который в конце заливки из ведра выльется пускай даже небольшой, но все же однокомпонентной струйкой, и никогда не высохнет, что безвозвратно испортит всю работу. В итоге мы слегка подкрасили смолу черным красителем и разбили заливку на два этапа, поскольку объем оказался очень большим. Второй слой заливали в тот момент, когда первый уже схватился, но все еще был немного липкий. Именно такой прием позволяет максимально избежать видимую границу между слоями, так называемое оптическое преломление. Только в Альфа-банке. Кэшбэк 20% за покупки в супермаркетах по бесплатной кредитной карте Альфа-банка. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. А вот, собственно, и второй финальный слой. Тут такая же схема. Компонент А плюс компонент Б хорошенько перемешали, подкрасили, перелили, плюхнули в опалубку и оставили на неделю. Спустя неделю с нетерпением разбираю опалубку. Словно распаковка рождественского подарка. Затем передаю эстафету Андрею. Для того, чтобы слегка скалибровать верхний слой и уже отталкиваясь от него, выровнять нижнюю площадку. Это очень важно, так как нам предстоит еще одна заливка. Собственно, которой мы и заняты. В дальнейшем мы спрячем в этой заготовке большой механизм с шестеренками. И для экономии смолы делаем хитрую опалубку с двумя бортами. Внутренний круглый, а внешний восьмиугольный при помощи старой внешней опалубки. Побольше силикона, скотча и в итоге имеем вот такую штуковину, в которой заливаем уже знакомый состав и оставляем сохнуть. А это значит, что у нас есть неделя для разработки механизма. Для этих целей мы уже не первый раз используем специальную программу. Ссылку оставлю в описании. В итоге нам надо получить 10 равномерно вращающихся шестеренок, каждый из которых будет прикручена нога. Сперва подобрали шаг, раскинули расположение и из фанеры вырезали пробник, для того, чтобы убедиться, что все ок. И как вы видите, все ок. Это значит, что можно резать чистовой вариант, но уже из оргстекла. Мы немного потестировали, посмотрели и работа шестеренок из оргстекла нам понравилась больше. Его мы и нарезали. В основе механизма будет лежать фанерная площадка. Мы ее спроектировали, отталкиваясь от расположения шестеренок. Закинули фанеру на ЧПУ и вырезали вот такую штуковину. Следующим этапом, наконец, можно собирать механизм. Первым делом в фанерные блины впрессовываем подшипники, для того, чтобы весь механизм вращался максимально плавно, с минимальным сопротивлением. Затем нарезаем алюминиевые трубки, которые и будут связующим звеном между шестеренкой и ногой. Следующим этапом собираем весь конструктор. Думаю, тут все понятно наглядно. Сперва подшипники, затем в них впрессовываем трубки. В трубки шестеренки. Между шестеренками нарезаны заранее шайбы. И все это соединяется при помощи двухкомпонентного эпоксидного клея. В итоге все наши шестеренки будут связаны между собой, благодаря основной большой центральной шестеренке. За счет этого нам понадобится привести в движение любую из них, при помощи электродвигателя. А все остальные начнут вращаться с такой же скоростью. Спустя пару часов сборки, мы имеем вот такую конструкцию. И тут наглядно видно, как это работает. Следующим этапом нам надо закрыть механизм верхней крышкой. Для этого фиксируем вот такие проставки по периметру. Все это стягивается саморезами с двух сторон. И вуаля. Теперь осталось строить двигатель и соединить его шестеренкой. Для его крепления вырезаем вот такую площадку. Но на этот раз не из оргстекла, а из монолитного поликарбоната. И тут наглядно видна разница. Оргстекло режется очень просто, оставляя идеальный чистый прозрачный край. А вот поликарбонат практически горит. И в месте реза оставляет сильный нагар. Так происходит из-за состава. Но выбор тут не случайный. Так как поликарбонат крепче оргстекла 8 раз. Что очень важно для такой конструкции. Поскольку тут много крепежных отверстий у края площадки. Запас прочности лишним не будет. Ну а теперь осталось зафиксировать двигатель на площадке. А затем соединить шестеренкой через заранее продуманное отверстие. Для реализации следующей задумки пришлось заказать немного электроники. Конечно же в проверенном магазине. Ссылки на все компоненты будут в описании. Как вы помните, с нижней стороны головы мы залили прозрачный ободок. Какая тут задумка? В эту нишу спрячется механизм. Но главная задача этого прозрачного обода сделать интересную подсветку. Именно для этого мы крепим 3 алюминиевые полосы, на которые следующим этапом фиксируем светодиодную ленту. Ее мы запрограммируем для того, чтобы получить что-то вроде эффекта светового импульса или дыхания. Как это сделано? Обычную белую 12 вольтовую ленту разделили на 3 участка, то есть 3 кольца. При помощи ардуины и шим широко импульсной модуляции плавно регулируем яркость вверх и вниз. Но полностью не выключая, каждый сектор смещен по времени и в итоге имеем вот такой эффект. А сейчас перед нами стала очередная интересная задача. Нам надо отцентровать и засверлить ноги, да так, чтобы они вращались строго по своей оси. Для этого мы придумали вот такой простенький шаблон. В итоге верхняя и нижняя площадки находятся ровно на одной оси будущего вращения. Вставляем ногу, отрезаем лишнее и так со всеми заготовками. Затем при помощи приспособы засверливаем строго вертикальное отверстие для будущего крепежа и двигаемся дальше. Для надежного крепления конечностей мы придумали следующее. В засверленное отверстие вклеили трубку, а сбоку засверливаемся уже тоненьким сверлом. Следующим этапом доводим площадку при помощи напильника. Затем вставляем эту конструкцию в трубку диаметром поменьше. Снова засверливаемся и так со всеми ногами. В дальнейшем в это отверстие вкрутим саморез и получим простое разборное надежное соединение. К тому времени смола высохла и можно приступать к обработке. Но сперва разбираем опалубку. Думаю самые внимательные заметили несколько килограмм силикона в основании опалубки. Да-да, все верно, мы немного недосмотрели и 5 килограмм смолы начали убегать словно горная река. В итоге даже при помощи 5 тюбиков силикона остановить эту реку не получилось. Поэтому пришлось ждать 5 дней, пока смола высохнет, еще раз просиликонить опалубку и снова залить 5 килограмм состава. Но это уже позади. А впереди у нас 15 часов фрезеровки. Да, именно столько времени ушло на то, чтобы придать форму этой восьмиугольной заготовке. Первым делом занимаемся нижней стороной. Внутри делаем выборку, в которую и спрячется механизм с подсветкой. Итак, снимаем слой за слоем, уровень за уровнем. Следующим этапом переворачиваем заготовку. И тут очень важно попасть четко в центр. Иначе форма нижней и верхней части не сойдутся и заготовка будет испорчена. Но с этим у нас все в порядке и можно двигаться дальше. Проход за проходом, попутно добывая килограммы челябинского снега. Думаю, у многих к этому моменту возник законный вопрос. Почему мы не включаем стружкоотсос? Хотя на заднем фоне стоит и скучает отличная джетовская вытяжка. Дело в том, что многие процессы в кадре частенько кажутся нелогичными, неправильными, непрофессиональными и так далее. Лишь потому, что все это не так просто красиво снять на камеру. В данном случае, если установить стружкоотсос, то практически не будет видна работа фрезы. Да и шланг перекроет половину картинки. Именно поэтому мы идем на такие жертвы для наглядности и красивой картинки. А не потому, что не знаем, как включить вытяжку, что частенько можно прочитать в комментах. Как вы видите, заготовка потихоньку принимает необходимую форму. Но иногда все же приходится вмешиваться и подрезать остатки вручную. Конечно, мы могли бы запрограммировать на эту фрезу. Но поверьте, так получится значительно быстрее. Это первая черновая обработка, которой мы снимаем основной слой. Конечно, песок и камни из корня никуда не делись. В итоге фреза потихоньку тупилась, тупилась, затупилась. И вместо того, чтобы плавно резать материал, начала его рубить. Конечно же, в конце концов она сломалась. Представьте толстенная 12-миллиметровая фреза. Если честно, я до сих пор поражаюсь, как наш ЧПУ-станок терпит такие издевательства. За несколько лет такой адовой эксплуатации, игнорируя регламент производителя и частенько работая без пылеудаления, мы заменили всего два подшипника. А точность, с которой станок выполняет операции, точно такая же, как и в первый день работы. То есть безупречная. Определенно жирный лайк производителю. Следующим этапом при помощи тоненькой барельефной фрезы доводим грубую обработку. Тут уже отходов поменьше, да и процесс побыстрее. Но на всю обработку все равно ушло более 15 часов работы. И это еще не конец. Впереди несколько часов ручной доводки. Этим и занялся Дима. Основной и самой сложной задачей оказалось сведение двух форм. Говоря по-простому, нижнее и верхнее закругление. Следующим этапом после грубой шлифовки болгаркой берем шлифмашинку и доводим поверхность до идеала, убирая все бороздки, изъяны и следы от болгарки. Спустя еще несколько часов, наконец, можно приступать к покраске. На этот раз решили использовать глянцевый лак. Это очевидное, единственное правильное решение для этого проекта. Так как тут необходимо максимально показать глубину и красоту заливки. Думаю, все понятно без лишних слов. Конечно же, ноги, щупальца или пьяные кии надо покрасить максимально схоже по цвету с головой. Для этого сперва покрываем их морилкой вручную. Так выходит быстрее, проще, да и текстура дерева подчеркивается намного лучше. В финале наносим тот же глянцевый лак. Пока лак сохнет, готовимся к финальной сборке. Для этого осталось придумать простенькую металлическую подставку. Этим занялся Коля. Думаю, у многих возникнет вопрос, во сколько нам обошлась эта шалость. Так вот, мы решили ввести рубрику, в которой будем рассказывать всю внутреннюю кухню, подробно расписывать затраты, трудочасы и подводные камни. Такой отчет будет публиковаться в нашем телеграм-канале, после выхода каждого видео на ютубе. Говоря по правде, я редко считаю расходы на такие проекты. Но тут я, мягко говоря, офигел от цифры. В общем, подробный отчет со всеми цифрами уже опубликован в телеге. А еще мы там постим актуальные новости, фото и видео всех текущих проектов, пишем посты. Так что заходите, ну чего вы. Ссылка же есть в описании. Следующий вопрос, после того, как вы узнаете себестоимость этой авантюры, скорее всего будет таким, а зачем вообще она нужна? Тут все просто. Это кинетическая скульптура, и ее основная задача радовать глаз. А поскольку не так давно мы открыли магазин шоурум с нашими изделиями, город Санкт-Петербург, торговый центр Кубатура, третий этаж, если кому вдруг интересно. И эта штуковина отправится туда, встречать гостей и радовать глаз. Так что ждем в гости. Ну а если кто-то хочет заказать себе такую штуковину, или другую уникальную мебель, контакты и ссылки есть в описании. Спасибо за просмотр и добра от топора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...